Итак, друзья, всем привет! Если вы ищете на просторах интернета информацию о том, как открыть банковскую карточку иностранного государства, то это как раз то видео, которое вы искали. Меня зовут Сергей Афанасьев, я менеджер туристического агентства Турагент 63. И, кстати, у нас на канале уже есть несколько видео, в которых я рассказываю о том, как открыть, что для этого нужно и так далее. Но, как говорится, времена меняются, условия в банках меняются. И, кстати, это тот редкий случай, когда условия со временем меняются в лучшую сторону. Например, на сегодняшний день банковскую карточку можно открыть, в прямом смысле слова, за 2-3 дня всего лишь, не выходя из дома, и все это делается просто. Поэтому в этом видео я вам расскажу, что для этого нужно, как для этого нужно открыть, расскажу о тарифах, об основных моментах, обо всех условиях. Так что смотрите внимательно до конца, я думаю, это будет видео очень полезно для вас. Для того, чтобы открыть банковскую карточку иностранного государства, в данном случае мы оформляем карточку Казахстана. Для этого нам нужно оформить казахский ИИН. Это аналог нашего ИНН. На оформление данного ИИН уходит 2-3 рабочих дня. Для этого от вас нужно мне скан вашего загранпаспорта в цветном формате, в формате PDF. Мне на WhatsApp, номер телефона указан здесь внизу экрана. 2-3 дня, стоимость услуги 5000 рублей. И все готово. После получения казахского ИИН мы с вами можем подавать документы для оформления банковской карточки. Для оформления банковской карточки от вас потребуются следующие документы. Это скан загранпаспорта, первый разворот в формате PDF. Это скан российского паспорта. Это скан российского паспорта в месте, где указана ваша прописка. Адрес вашей электронной почты. Номер телефона ваш российский, к которому будет привязана ваша карта. И адрес вашей доставки на территорию Российской Федерации. На сегодняшний день есть три варианта открытия банковской карточки Казахстана. Первый вариант это депозитная карточка, которая оформляется за две недели. Стоимость ее оформления составляет 5000 рублей. Данная карточка идет платежной системы MasterCard. Данная карта идет неименная, но сразу забегая вперед, это в принципе вообще никак ни на что не влияет. Например, у меня лично есть такая карта. Я спокойно оплачиваю данной картой авиабилеты. Просто в графе, например, где высвечивается там ввести владельца карты, я ввожу свою фамилию на английском языке и все. Платеж 100% проходит. Помимо того, что вы платите нам за услугу оформления карточки 5000 рублей, с вас банк единоразово спишет 4500 рублей при активации карты. То есть 4500 рублей или 30000 денег. Данной картой можно пользоваться по всему миру, совершать покупки, онлайн покупки. Пожалуйста, снимать наличные, переводить деньги и легко везде. Вопрос часто возникает, можно ли привязать данную карту к системе PayPal. На сегодняшний день существуют способы, как это сделать. Почитайте на форумах. В двух словах скажу, для этого нужно скачать там VPN, оформить именно казахский логин для оформления PayPal. И система, в принципе, работает. Также можно оплачивать различные интернет-сервисы без проблем с помощью этой карты. Пополняется данная карта очень легко. Инструкцию, как пополнить данную карту, я вам высылаю. Данную карту можно пополнить с Тинькоу, по-моему, с ВТБ и так далее. Также при оформлении данной карты вам придет бесплатно еще российская карта платежной системы МИР, банка Цифробанк. Она работает тоже, скажем, выпускается абсолютно бесплатно. Ее обслуживание бесплатно. Для чего она нужна, спросите. Просто принцип пополнения. Если вам нужно срочно пополнить карту казахскую, то мы ложим деньги на карту Цифробанка с помощью СПБ, с любого другого банка. И уже потом с карты Цифробанка мы переводим деньги на казахскую карту. Инструкцию тоже подробно, как это делать, я тоже вам высылаю в личку. Следующий важный момент. Как получить данную карточку? Данную карточку, казахскую карточку, вам привозит курьер банка. То есть после подачи документов всех, где-то через 5 дней вам приходит смс на телефон со ссылкой на курьерскую службу доставки. Проходите по этой ссылочке, там вводите дату получения карты и время получения карты. И в назначенное, то есть указанное вами место, встречаетесь с курьером просто-напросто и получаете карту. Встречаться нужно с курьером вместе с паспортом, со своим загран, с российским паспортом. То есть он проверяет вашу личность, вы подписываете договора, после этого пакет документов отправляется в головной офис. И где-то через, в течение 5 рабочих дней вам на телефон приходит смс с указанием логина и пароля. Все, скачиваем приложение, заходим спокойно в мобильный банк, меняем все пароли доступа и все. И пожалуйста, можно пополнять и пользоваться. Также вместе с казахской карточкой вам курьер бесплатно привезет и российскую карточку банка «Цифра Банк». Если вам вдруг не терпится, вы можете прийти, в принципе, если вы проживаете где-то в большом городе, да, и рядом с вами есть отделение «Цифра Банк», вы можете прийти в любое ближайшее отделение вместе с паспортом, с российским, и в течение 20-30 минут сотрудники банка вам легко ее оформят. Будет у вас потом 2 карточки или 3, это никак ни на что не влияет, то есть можно спокойно будет дальше пользоваться. Если не нужны карты, вы потом заблокируете их просто-напросто и все. Следующий очень важный момент. Существуют, скажем так, ограничения по доставке казахской карты на территорию Российской Федерации. То есть существует всего лишь 16 городов, в которые курьер может осуществить доставку вам на дом данной карты. То есть перечисляю города, в которые осуществляются, это 16 городов. Читаю Москва, Питер, Казань, Самара, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Воронеж, Омск, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Красноярск. Если вы вдруг в этом перечне не увидели или не услышали своего города, где вы проживаете, да, где-то в более маленьком проживаете, то это, опять же, не проблема. Указываем адрес, к примеру, ближайшего там большого города из числа тех, которые я перечислил, какой-нибудь или отель, или это кафешка какая-то будет, с указанием также адреса и индекса, и просто встречаетесь, грубо говоря, с курьером где-то в кафе на нейтральной территории. Не он к вам домой приезжает, а вы где-то на нейтральной территории вместе с ним встречаетесь. Я думаю, это понятно. Итого, для оформления данной карты депозитной вам потребуется 2 дня на то, чтобы оформить казахский ИИН, и еще 2 недели на то, чтобы оформить банковскую карту. 5 тысяч вы платите за казахский ИИН и 5 тысяч за оформление казахской карточки. И еще 4,5 тысячи рублей вы платите именно банку в момент активации вашей карты. И все, вуаля, ваша карта готова. И это еще не все. Есть второй вариант, второй способ открытия банковской карточки. Можно оформить электронную карту. То есть, если вы, например, находитесь где-то за границей, и у вас нет возможности лично получить на территории Российской Федерации пластик именно, а вам карточка нужна. Или вы, например, через 3 дня, через 5 дней уже уезжаете, вам срочно горит, нужна карточка. То вам можно оформить просто банковскую карту в электронном виде. Как это сделать? Оформляем казахский ИИН. Дальше присылаем мне пакет документов по оформлению карточки. Он точно такой же пакет документов, как я вам говорил и ранее. Далее я все эти документы отправляю сотруднику банка. Он заводит заявку и присылает вам ссылку, пройдя по которой вам нужно заполнить небольшую анкету. Данная ссылка будет действительно только в течение 24 часов. Очень важно. По ссылке проходим, заполняем анкету, подгружаем там все документы свои. И в течение, скажем так, буквально в ближайшее время, часа-двух, с вами созванивается сотрудник банка по видеосвязи. Он, скажем так, идентифицирует вашу личность. По видеосвязи вы там подказываете свой паспорт, что я это я и так далее. И все. И буквально там после вот этой активации, да, вашей личности, через там 2-3 часа, ваша карта действительно, она уже активна. Вы заходите в приложение и увидите статус вашей карты активен. Вы, пожалуйста, можете спокойно ею пользоваться, пополнять и, соответственно, совершать покупки. Если вы находитесь за границей, то привязывайте ее также к Google Pay и спокойно совершайте покупки. Единственное, что вы не можете в данном случае, это снять наличные с банкомата. А так это как обычная карта, пожалуйста. Стоимость данной карты также оставляет оформление 5000 рублей и также 4500 рублей списывать с вас в банк за активацию данной карты при первом пополнении, то есть единожды. Обслуживание карты идет также абсолютно бесплатно, без проблем. И третий вариант карты, это карта инвестора. Как говорится, это, я сказал бы, это вишенка на торте, это прям изюминка, это топчик на сегодняшний день. Данная карта чем хороша? Рассказываю. Значит, о тарифах данной карты я вам пришлю в личку, сейчас нет смысла их рассказывать, но скажу, что обслуживание бесплатно. За активацию карты вам не нужно будет платить 4500 рублей, это раз. Карта оформляется также в течение двух недель. Стоимость оформления нашей услуги составляет также 5000 рублей. География доставки данной карты, она, скажем так, практически не ограничена. И доставка ущеляется практически во все города России, то есть она не ограничивается вот этими 16 городами. Это плюс. Обслуживание карты бесплатное, карта платежной системы также MasterCard, пополняется она также легко, хоть с Тинькова, хоть с ВТБ, хоть с карты Цифробанк. Вы спросите, а в чем тут подвох? Подвоха никакого нету. Единственное, что нужно, нужно, скажем так, ваше личное участие для того, чтобы оформить карточку инвестора, вам нужно открыть брокерский счет. Как открыть брокерский счет, я думаю, будет вот тут вот ссылка, а еще в конце ссылку обязательно вставлю на коротенькую видеоинструкцию о том, как оформить брокерский счет. Сейчас не буду вам об этом рассказывать, а также будет ссылка о том, как открыть брокерский счет в описании к этому видео. Посмотрите, ровно 7 минут у меня ушло на то, чтобы открыть этот брокерский счет. Итого, господа, резюмируем. Выбираем первый, второй или третий вариант карты. Если вам нужна помощь, то пишите мне в личку WhatsApp, номер телефона указан здесь внизу экрана. Пишите мне, хочу оформить ИИН, хочу оформить карточку. Карточку инвестора или электронную карточку, или хочу карточку оформить депозитную. Я вам высылаю в ответ всю подробную информацию о тарифах, о планах, об условиях карты, как она работает, о том, какой пакет документов нужно, что нужно для этого. Все, присылайте мне сканы своих паспортов, документов, и мы это все легко запускаем в работу. Следующий момент. Можно ли мне доверять? Согласен, очень хороший вопрос. На нашем канале уже есть видео, в котором я рассказываю о том, как оформлять банковскую карточку. Поэтому зайдите, почитайте комментарии под этим видео. Там пишут люди уже, те, которые уже к нам обращались и уже писали свои отзывы, стоит ли мне доверять или нет. Также вы можете зайти на наш сайт Турагент 63. Там есть отдельный раздел отзывы, который ведет на Google, на Яндекс.Карты. Это те отзывы, которые невозможно подделать. Почитайте отзывы о работе нашего турагентства. Я думаю, у вас не останется сомнений. Но, опять же, зачем мне нужно вас обманывать? Подумайте сами, какая у меня от этого выгода. То есть, в данном случае, я скажу вам честно, я выступаю в роли вашего гаранта, в роли посредника между вами, как заказчиком карты и между банком. То есть, вы мне перечисляете деньги и до тех пор, пока вы не получите карту, я деньги не отправляю в банк. Соответственно, все. С этого я не буду врать. Я с этого имею какую-то небольшую свою комиссию. Вот за свои услуги. Вот. На этом, в принципе, все, ребят. Если нужна помощь в оформлении карты, номер телефона указан на низу экрана. Если видео было полезным, поддержите обязательно лайком. Напишите свои вопросы в комментариях. Или пишите, задавайте их в личку. Если вы уже оформляли карточку через нас, обязательно напишите об этом в комментариях. Я буду вам очень благодарен. Спасибо и до встречи в следующих видео. Пока-пока.